Приветствую, друзья! YouTube-канал Да, это так. Ярослава Маслова, Олег Стариков сегодня у меня в гостях. Рады приветствовать. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Перед тем, как начнём, сразу анонс короткий. Где ещё, когда, с кем можно услышать Олега Старикова? Не пропускайте. Но, во-первых, у Олега появился свой YouTube-канал. Не забывайте, и я не забываю вам об этом напоминать. Под этой трансляцией будет ссылка. Под всеми предыдущими трансляциями на Да, это так, с Олегом Стариковым эта ссылка есть. Пожалуйста, заходите, если пропустили. Подписывайтесь. Самое главное, комментируйте и лайкайте Олега Старикова. Никогда не думала, что такое буду говорить. Лайкайте Олега Старикова. Это тот, кто как бы в начале войны говорил, ой, страна барбершоперов и блогеров. Вы блогер на пенсии. Уважьте, пожалуйста. Там действительно важная информация. Плюс новости фронта, авторская программа Олега Старикова. Не пропускайте. Стариковские среды с господином Карасёвым и в студии господина Безяева «Искусство войны». Пожалуйста, заходите, смотрите, ставьте лайки, комментируйте. На каждый из каналов подпишитесь. Благодарим. То же самое сделайте по отношению к нам. Ваша благодарность за нашу работу. Лайк, подписка, комментарий. Вроде справились, Олег. Как ваши дела там блогерские поживают? Расскажите. Да ничего. Я эти передачи выпускаю раз в неделю. Они еженедельные. Там идет обновление. Все, что связано с тактикой, стратегией, с оперативным искусством. По крайней мере, работаю над собой, чтобы мозги не слиплись. Потому что лежать партия диванная – это не по мне. Я еще молодой такой. Молодой тоже. Вы всегда в наших программах говорите. Я открыл книгу, там, а-ля 80-е, начало 90-е, какие-то энциклопедии, какие-то известные издания как раз по военному искусству. Вот читаю. Абзац такой. Ну, написано же черным по белому. Для блогеров тоже уже масса, кстати, такой литературы. Поэтому, Олег, добро пожаловать. Действительно, никогда учиться не поздно. Мы благодарим вас за вашу работу. Благодарим, что находите время с нами пообщаться. Я говорю, повторение – мать учения. Абсолютно. Абсолютно. Давайте начнем вот с чего. Хочу вас спросить. Накануне верховный главнокомандующий Владимир Зеленский заявил, более того, дал задачу Генеральному штабу создать специализированную структуру в рамках вооруженных сил Украины. Называться она будет структура ВСУ «Силы беспилотных систем». Отдельная независимая структура. Хочу вас спросить. Ну, пункт первый. Есть ли у нас производственные возможности, ресурсы, в том числе и человеческие? А во-вторых, насколько, если этот план будет в такой идеальной, молочке, какой описывает верховный главнокомандующий, так и реализован через какое-то время, насколько это поможет нам на поле боя? Что вы думаете? Ну, это создается новый род войск. В вооруженных силах Украины есть три вида войск и три рода войск. Это создается четвертый род войск. Но если кто-то думает, что это создать, вот так раз подписали и побежали. Да, ну как блогеры. И уже все началось. Это тяжелейшая работа. Самое главное, вот самое главное, еще раз повторяю, армия воюет по документам, без написания положения про этот род войск, как его назовут, еще же надо правильно называть его. Силы беспилотных систем. Нет, ну оно тут ведь как сейчас так, оно потом будет поизменять. Но самое главное положение. Кто будет писать положение? Если туда придут молодые блогеры, без знаний, с образованием клиповым мышлением, с образованием Википедии, то это дело завалится, как и все дела, которые они заваливали. Вот за что они не берутся, они все валят. Там должен быть... Что они делают, не идут дела, да? Это второе. Вот то есть должно быть назначено соответствующее командование. Командование, опять же, не тактического уровня, а стратегического. Значит, именно командование. Потом управление, штаб, помещение, положение, документы. Но самое главное, кто им будет помогать. Потому что с учетом, что сейчас происходит, им должен быть, кто-то им должен помогать. Я, например, вижу создание вот такого рода войск. Сейчас, вначале, создать управление при главном оперативном управлении Генерального штаба. Вот Генеральный штаб – это мозг вооруженных сил, да? А мозг Генеральный штаб – это Главное оперативное управление. Это там находятся самые умные, подготовленные, грамотные полковники Генерального штаба, которые карты рисуют, планируют. Вот помните, я вот говорил про стратегические операции. Вот они пишут там дифференциальное уравнение. Вот они это все знают. И вот если в этом Главном управлении, здесь еще создать управление, куда назначат, опять же, полковника Главного оперативного управления, ну там, и зам, чтобы они начали писать. И за ними курировал их начальник Главного оперативного управления. И тогда это со временем. Естественно, надо спешить, например, кто-то за месяц, а два, не создавшего за месяц, а два. Я же говорю, если делать толково. Если делать, как всегда, как в армии, через… Знаете, почему в армии гланды не вырезают? Потому что делают через заднее проходное отверстие. Да, это как анекдот. Если это будет то же самое, то лучше этим и не заниматься. Но я сторонник системного подхода, а не сторонник липового сознания. Так вот. Да, чуть ли я другое слово не сказал, но ладно. А я почувствовала. На кнопочки, чтобы запикать. Сдерживайся. Вот потом это создается и начинается… Почему я так говорю? Дело в том, что создание, например, родовольств, как силы спецоперации, они еще с 2005 года они создавались. Писали положение, положение. Потом сам Гриценко, министр, он взялся за это. Кстати, министр Гриценко тоже писал положение. Потом его сняли и чуть-чуть оно там отоделось. Ну, это привелась работа, уровень стратегический. Без написания толкового положения и всех документов нормативных, на окнование которых будет работать, работает этот род войск, ничего не будет. Это самое основное. Это делает Министерство обороны? Нет. Еще раз. Сбройные силы Украины. Министерство обороны вообще к этому отношения не имеет. Министерство обороны… Я сейчас расскажу, чем будет заняться Министерство обороны по этому… По этой игру… Деньги искать. Искать деньги. А Министерство обороны… Вы же сказали, имеются ли у нас промышленные комплексы для создания. Так вот. Значит… В каждом сейчас дроны, то есть беспилотная авиация, назовем ее беспилотная авиация, произвела революцию в военном деле. Она в 2024 год будет войной дронов. То есть в итоге получилось, что геймеры, помните, там на компьютерные игры раз играли, да? Потом чемпионаты по компьютерным играм. Потом олимпийские игры по компьютерным. Потом им дали оружие, вот эти дроны, ФПВ-дроны, и теперь они стали солдатами. То есть они уже стали солдатами. Они перешли из виртуальной плоскости в реальную плоскость. Это первое. Второе. Само по себе в вооруженных силах, во всех тактических подразделениях есть уже подразделения ФПВ-дронов. То есть если их нет, то они обязаны там быть. Почему? Потому что пехота, я же говорю, революция в военном деле, теперь для того, чтобы атаковать, ты без дрона, без аэроразведки, без ударного дрона, без дрона-бомбардировщика ты не сможешь атаковать. Ну не сможешь, потому что это уже так называемая сети центричные многоцферные, многодоменные операции. Это нужно, чтобы связи. Связи пехота, разведка, длинная рука в качестве боевого, вот в качестве дрона-бомбардировщика или дрона-ФПВ-дрона, а также тебе еще обеспечивают артиллерия, ну и тому подобное. То есть вот это, и все оно должно быть в единой системе. Игру многосферные, многодоменные операции. А вопрос такой еще, с учетом, надо же сигнал как-то подавать, она должна быть ретранслятором. А с другой стороны, слава богу, нам Илон Маск помогает, старлинками, да? А самые эти старлинки будут уничтожены, у нас GPS или не работает. То есть мы это не можем... То есть мы работаем на космической составляющей Илона Маска. Вот кто-то там, знаете, пи-пи-пи-пи, сейчас вот хотел сказать это. На него это без него у нас бы было уже давно бы катастрофа. Понятно? А он, в принципе... Да, да, можно многое кричать, что ты как бы травмиссий не плохой. Да, но все... Это все не умные люди, которые... Я в большом ума, да. Да, мы же ведь про, как его, про восканалумных людей, да? Ну, слава богу. Не как его, не на вынтам этот, а умных для умных людей. Это вот есть в каждом подразделении. Как в сухопутных войсках, как есть и в политорных силах, так и в военно-морских силах. Морские дроны, вот эти морские дроны. Это же тоже дроны. Также самые дроны сейчас роботизированные системы. Дроны уже разминируют, минируют. Кстати, я вот вчера записал, сегодня выйдет. Посмотрите, я вот про это все рассказываю. Какие есть дроны, какая проблема именно тактического применения. Вот в военных своих хрониках, которые я выпускаю. Так вот, это именно применение. Если они подчиняются, вот эти подразделения, командиру, бригады или батальону. И вот они работают в единоте, то есть подчиняются. Само по себе, если создать жесткую вертикальную структуру, на уровне десантно-штурмовых войск, да? То есть десантники, командующие и вниз. То есть они работают самостоятельно. То есть взаимодействуют с другими видами роз. Это не пойдет. Такая структура не пройдет. Поэтому они должны находиться в подразделении. Ими должны командовать командиры. Именно непосредственно на местах. Но! Теперь возвращаюсь к но. Планирование, наставление, положение, изучение, введение боевых действий, опыта боевых действий, обучение, то есть написание учебников в Национальной университете обороны Украины, кафедра беспилотных летательных аппаратов. Это не это. Это должен стратегичнее. Это командование должно делать. А эти должны делать на местах. Что еще я, по крайней мере, теперь возвращаемся к Министерству обороны. Министерство обороны по нынешнему, нашему законодательству и по законодательству НАТО, стандартам НАТО, на что-то забывают. Министерство обороны, это большой, министр обороны большой начальник тыла для вооруженных сил. Вооруженные силы ведут боевые действия, а этот обеспечивает. Всем не подним. Так вот, если Минобороны будет довольческий орган, то есть заказывать в Минстракпроме, в Минстракпроме создавать предприятия, где будут или на больших предприятиях, или на малых предприятиях, или под землей, тут не имеет значения. Или дома, как в Китае, при Мао Цзэдуне будем собирать, мы уже обсуждали это, каждому дадут конструкторы, мы будем паять дроны, потом выпускать. Ну я шучу так, ну естественно должно быть все поставлено на промышленную, должны быть какие-то предприятия, для того, чтобы было контроль, ОТК, качество, ну и то подобное, стандарты и то подобное. Если это не будет, толку с этого, если обратно закупать все в Китае, не получится. Почему? Потому что противник закупил в Китае целые заводы на года вперед. То есть закупил. Вот все заводы уже давно куплены. Куплены там все линии, все уже куплены. То есть соревноваться в этом плане? Да, если думать, что в Китае что-то придет. Нет, в Китае можно что-то взять, но там это остаточное все. А надо для того, чтобы победить войне, необходимо, чтобы вооружение было в стране, которая воюет, то есть у нас. Или хотя бы совместные предприятия. А не там где-то. Вот там где-то, которое везет, потом через Красное море, а тут Хуситы, а тут война с Иран, а потом Северный морской путь там перекроют, а надо через мысл доброй надежды, а там шторма, ну и тому подобное. Вот эти все истории, которые рассказывают. А еще есть Панамский пролив, а там оказывается засуха. Вот там засуха в середине, нет воды, корабли стоят, то есть не могут проходить. Вот со всех сторон такое происходит. Надо надеяться только на себя. Поэтому Минобороны и Минстракпромы, они должны работать по поставке вооруженной силы. Стратегию я сказал, кто занимается, тактика я сказал, должны на местах. А теперь, что я вижу, чем должно заниматься командование высшее. Есть дроны тактические, малая, так называемая война, опять же, вот революция в военном деле и революция, так называемая, введение войны в сфере малого воздуха. Запоминаем, сфера малого воздуха. Что это значит? Рассказываю. Есть многосферные, многодоменные операции. Многосферные. Сфера поверхность, воздух, море, киберпространство, электромагнитная сфера и космос. Ну, еще берем информационная и дипломатическая, экономическая, но это чуть-чуть больше гибридная составляющая. Ну, не гибридная, а это больше политическая, дипломатическая, экономическая. Я сейчас больше военная говорю. Так вот, само по себе, если брать воздух, все вооружение, которое создано, оно создано для того, чтобы поражать ПВО или нападать, ну, максимум, там, 20-30 километров. То есть, минимум. То есть, вертолеты, ну, 10 вертолеты, это самые, которые могут быть, вертолеты с высотой. А тут, получается, 5-7 километров и 50 метров от землей. Вот это расстояние и называется малый воздух. Вооружение, которое, во-первых, ПВО, зенитки, ну, как пример, Азори-Звестики. Помните, вот эти девушки на зенитках стреляли? Вот таких зениток нет. Это сейчас самый дефицит во всех странах мира. Нету таких зениток. Сейчас их надо для того, чтобы дроны сбивать. Ты ж не будешь Петрио там сбивать Магик, да? Не будешь? Во-первых, он его и не попадет в него. Но он летит очень низко. Надо найти систему, как его, как системы ПВО. Вот, как его, или такие зенитки, лазерное оружие. Ну, и там разные-разные виды. И второе. Само по себе, каждый солдат, никогда, когда солдат атакует, на него, опять же, атака, вот с помощью вертолетов. Нуры, высокоточное оружие. Можно спрятаться. Спрятаться, потому что оно слышно, как оно летит. А эта штука, ее не слышно. И оно низко над землей. Дроны, если ты еще маленький, шершень, так называются, это норвежские такие, 10 сантиметров. Это для спецназа. Здесь маленьких, их не слышно. Просто само по себе, оно слышно. Поэтому сейчас на солдата, на военнослужащие нападают. То есть, не только спереди, не только большое арт, но еще и сверху, вот с малого воздуха. Поэтому, что произошло? Фронт застыл. Вот теперь возвращаемся к войне. Фронт, он встал. То есть, вот позиционный тупик, о котором мы говорили, он стоит. А раз он стоит, невозможно. У нас в связи с этим малым воздухом, вот с этим, пропало такое понятие, как туман войны. Например, противник или мы с помощью разведки где-то что-то собрали в боевую группу, там проникли, никто не увидел, часового сняли, зашли, заняли и тактическая группа прорвала и совершила прорыв. Сейчас нет, сейчас только, как только, до 15 километров, как только начинает собираться боевая бронированная техника танки, ее уже видят и уже летят вот это ФПВ-дроны и начинают уничтожить. Как только начинается личный состав собираться, выстраиваться, так называемые исходы, ее тоже видят, его видят, тоже начинают. Как по нам, так и они по нам. Вот понимаете, это такое, да? И происходит странная ситуация, что теперь, чтобы воевать, воюет теперь максимум 3-5 человек. Раньше воевали армии, фронта, армии, корпуса, дивизии, бригады, полки, батальоны, батальоны, роты, взвода, отделения. Отделения никто не знает. А сейчас уже меньше, сейчас полотделения, 5 человек. Это вы говорите о всех направлениях и самых горячих. Я говорю про современную войну. Вот, российско-украинская война на восьмое, на второе, на время, которое мы записываем. Вот война такая, то есть идут штурмовые действия малыми группами. Как только малая группа зашла, закрепилась, там 4 раза, 4 прорыва, 4 у нас прорыва, как под Авдеевкой, там Авдеевка, имеется в виду, спор в отношении царской охоты, потом где-нибудь там по, возле песчаного карьера, там Ивушка, садовое товарищество. Там они прокопали подкоп, подкоп, 150-200, а под царской охотой нашли трубу, канализационную или какую-то трубу, и про ней прошли 2 километра. Вышли в тыл нам, и нашим пришлось идти, чтобы не попасть, или не быть уничтожен, чтобы не попасть в окружение. Понятно? То есть под землей уже ходят, уже 4 факта, уже 4 факта, как противнику трое-то копают. То есть война уже не только сверху мало, а уже и подземная. Хамас, Хамас, вот Хамас, у них вот эти норы, да? Толерия подземная. Да, следующее, это то же самое, как было во Вьетнаме. Во Вьетнаме то же самое, под Лианами, там под землей то же самое, вьетнамцы прятались от американцев. Это все, знаете, в чем сейчас парадокс нынешней войны. О том, что война сейчас, вроде бы это война пятого поколения, а реально это с элементами. Третьего, четвертого, пятого, в том числе и вооружения. Третий, четвертый, пятый. Я аж не удивлюсь, если где-то стрела уже появится. Знаете, стрелами будут стрелять, потому что... А можно я уточню, вот вы говорите, да, по поводу, значит, современной войны, где на первое место выходят, да, как раз там беспилотники, дроны, вот эти новейшие технологии. Почему у нас тогда, с точки зрения, возвращаясь к политическому, да, политической составляющей, выражаясь вашими словами, на первое место так яр и так явно и активно выкатывается, значит, мобилизационный ресурс всех на войну, люди нужны, 500 человек минимум, 500 тысяч человек минимум. Почему у нас эта история тогда разыгрывается, а не совсем та, которая должна соответствовать как раз, значит, истории новейших войн, современных войн? Поясните мне этот момент. Хороший вопрос. Вы, кстати, первые задали этот вопрос, и никто еще его не задавал в информсреде. Такого вопроса не задавали. Я тоже думаю, почему я сам до него не догадался. С вас два дополнительных эфира. Если не наговаривать, а наши вопросы не будут. Это, кстати, очень правильный вопрос. А теперь я просто буду сейчас размышлять, ну размышлять, потому что у меня ответа нету, но я буду размышлять. Первое. Теперь берем организационную составляющую. Для чего принимается этот закон? Конечно, закон принимается, как всегда, как в армии, я и сказал, как вырывает... Через одно место, да. Да, это то. Почему? Оно не только, во-первых, он, этот закон, закон нужен. Я расскажу потом, почему он нужен. Но его, как всегда, сделают активисты, которые ничего не понимают. И вот это... Сейчас сколько он? Месяцев пять уже проходит это принятие этого закону? Ну, несколько месяцев, и только первое решение. Хорошо, три месяца. Теперь я привожу к чему, к каким потерям экономическим. Это привело. Недолуха, глава экономического комитета, на этой неделе заявил, что мы не можем найти, или на той неделе заявил, три с половиной миллиона человек. Не можем. Они есть в Украине, но найти не можем. Это что означает? Это означает, что люди полностью находятся, где-то работают, но они не платят налоги. То есть, ни ЕСВ, 22%, ни ПДФО, 18%, ни военный налог, полтора процента. Так вот, я взял, думаю, что бы, взял, открыл арифметику под редакцией Пупкина с картинками. Вспомнил, что 7, взял минимальную зарплату сейчас, 7100, и начал умножать, как его, проектами, то есть, умножать. В итоге у меня получилось 9,9 миллиардов гривен идет не до поступления в налоговую систему. Это ежемесячно. Месяц, месяц. Я же не знаю, сколько месяц. То есть, реально, из этих дебилов, дебилов, которые взяли писать закон, не знающие ничего, мы все можем, мы имеем право на ошибку, мы так и это, а вы старые пердуны, там, старперы и тому подобное. Они нанесли ущерб государству на 30 миллиардов гривен. Своими неумениями. А я говорю, 3 месяца. А так, я думаю, и 5 месяцев. Это берем минимум 30. А в итоге, что это за деньги? Это деньги, которые, внутренние деньги, которые собирают, куда они идут? На обеспечение военнослужащих. Внешние нам дают на социальную помощь, пенсии и тому подобное, оружие, а внутренние на зарплату военнослужащим. То есть, вот эти неумные люди, которые ходят там в спортивных штанах с вытянутыми коленками, приходят там на работу, да? Или в шортах там. На встречу с китайскими инвестициями. Они рассказывают, что они тут самые умные, да? Они нанесли ущерб в 30 миллиардов. Это, как всегда, рассказываю Милованов своим дебилизмом в Минэкономике. Нанес ущерб в 20 миллионов. Прямых убытков. Прямых убытков своей кадровой политикой. А эти молодцы, эти пошли дальше. Уже 30 миллиардов. Уже миллиардов. Они пришли на миллиард. Это первое. Экономический ущерб. Второе. Надо ли принимать этот закон? Надо. Потому что старый закон надо менять действительно. Почему? Потому что надо ротировать. Действительно. И раз война переходит в такую плоскость, из вот этих больших войн, когда пойдут широкомасштабными наступлениями, о чем я говорил, она переходит в такую. Действительно может взвод дроноводов, или дроноведов, или дроноводов, может сдерживать линию 2-3, то есть роты или батальон. Но если брать по-старому, я сейчас по-новому не знаю, по-старому, бригада 50 километров у них фронт, значит батальон 12,5, значит рота 3, взвод километров. Вот взвод может держать 12, то есть 12 километров, то есть как роты. Будут содержать. Как только противник пошел, сразу раз, и они остановились, никуда не не елся. То есть мы уменьшаем количество, уменьшаем количество личного состава. Но, теперь, необходимо, я говорю, необходимо ротировать. Те, кто воюют, сейчас они воюют, их необходимо менять на новых. И вот тут наступает самая опасная тенденция, вот принятие, вот то, что сейчас проводят вот эти, я не знаю, кто, кто вот эти ТЦК, они дискредитируют, еще раз, высокое звание висковослужбовцев сбройных сил Украины, а конкретно офицеров, вот своим поведением. Я не знаю, кто им команду дает. Еще раз говорю, без команды они бы такое не делали. Еще раз, я не знаю, почему генерал Залужный не ставит этот, дал бы команду, уже быстро бы все успокоились. Я не знаю, по всей видимости, что-то, что-то, или кто-то, или эта линия ему не подчиняется, или что-то идет какая-то команда помимо него. Я не думаю, что командование сбройных сил на это, они на это не пойдут, потому что они кадровые офицеры. Еще раз говорю, кадровые офицеры, потому что нас учили, нас совершенно по-другому учили кадровых офицеров, а не те, которые мобилизуют. У нас мобилизованные, это совершенно другие. Так вот, менять надо? Надо. Почему надо менять? Потому что человек, который находится в длительное время в экстремальной ситуации, а война, это же экстремальная ситуация, правильно? Это экстремальная. Значит, он со временем начинает терять чувство опасности. Ну, почему теряет? Потому что он думает там, уже там, он просто эмоционально, морально устал, он уже посттравматический стрессовый синдром, там, я говорю, не один раз возле них там ФАП, там, или 152-миллиметровый снаряд падает, там много СВАП, то есть полностью надо, естественно, это... И вот, а в связи с тем, чем это больше будет, тем больше будет погибших двухсотых, трехсотых, потому что они не будут, они не будут уже прятаться, уже будут идти и тому подобное. Знаете, как вот в ТикТоке идут, я уже отбоялся, я тут уже, это вот как в ТикТок, да, идет там антилопогно, а тут крокодилы кругом, а она по ней идет, ну, такое смешное, смешное такое. Так вот, это то же самое, человек-то тоже что-то... из млекопитающих мы появились. Так вот, в итоге следующие... Инстинкты одинаковые. Да, он инстинкт самосохранения будет... То есть он полностью на низшем уровне. Теперь набрали новых, насильно, насильно, тех, которые не хотят, тем, которые 50+, сейчас уже 43+, 50+, те, которые со всеми хроническими заболеваниями и тому подобное, которые командиров взвода роты будут посылать, посылать. То есть это все подпадает под уголок криминальный кодекс. Я не знаю, почему висковую юстицию сейчас не делают. Это же защита висковых службов. Я говорю, это ужас, что сейчас происходит. Это Минобороны, кстати, должно быть инициатором создания висковой юстиции. Будут посылы. Или говорят, хорошо, возбуждайте уголовное дело, я лучше отсижу через два года, и потом я живой останусь. А туда я не пойду. Все. Это факты такие есть. Они есть во всех армиях мира. Эти армия не добровольная, а армия вот таким способом. Тем более старая. Следующее. Хорошо. Это, если, например, брать 100% личного состава, вот, например, в роте 100%, 100 человек. Реально, сколько погибших, сколько больных, сколько в итоге получается по штатной положенности, если 60%, часть неукомплектованная, это называется ограниченно боеготово. То есть это по-другому, не боеготово. Не боеготово. Ну, будем считать, что больше 60%. В итоге приходит вот эта масса, не махновцев, а вот эта масса приходит, которые из них половина скажут, я воевать не буду. Кстати, сейчас то же самое приходит. Их, слава богу, используют умные командиры, используют на ретей окопов. Вот у меня товарищ еще раз, он говорит, идите копание и копает. Ну, хорошо, он депутат, он депутат местных органов власти, он знает, как общаться, а они же такое. Знает, как организовать. Да, он с земли, он пришел, он все прекрасно понимает, что это такое. Так, вот теперь не хотят. И в итоге, идет ротация. Что такое ротация? Одни пришли, другие уходят. По приказам должно быть, стоит часть, то есть, заходят, и несколько дней, значит, командование вникает в обстановку, на местах каждый приходит, где он должен, у него сектор огня, где он за что отвечает, командование изучает обстановку. Несколько дней они находятся вместе. Так вот, сами себе ответьте на вопрос. Как только пришла смена, через сколько снимется те, которые воевали, и уйдут в боевых позиций? Ну, сами, я не буду, скажут, вот он что-то. В итоге, пришли, новое, ничего не понимаем, и теперь я говорю ключевую фразу. В первом бою боятся все. Все истории, что я вот такой, я вот тут такой, это все, знаете, выкидываем, я не хочу даже... Боятся все. И после первого снаряда, и после первого выстрела, и этого подобного, еще неизвестно, кто как поведет. В итоге, получается, самый смелый на людях, в итоге бывают самые трусливые в жизни. А тот, кто трусливый, такой этот, он самый смелый. Те, которые становятся героями. Ну, это жизнь такая, вы журналисты, и общество все об этом знает. Что произойдет? Так произойдут слабые места. А вот теперь возвращаемся к стратегии, о которой я уже, блин, полгода говорю на всех каналах. Что сейчас делает противник? Противник у него, он ищет, и он еще не наступал. Он так проводит, называется, разведку боем, и ищет наши слабые места. То есть, он те места, где создают напряженность. Курпинск, туда, туда. Само по себе Авдеевка, это тактический театр. Если он даже будет оставлен, он не приведет ничему. Это просто на Татистском театре военных действий будет оставлен, наши перейдут в другое место. Там укрепрайон есть, уже построен линию заложного, так называемую. Да, построен. А уже, кстати, вот этот выступ, оно меньше войск надо. Это больше будет, больше можно отправить на ротацию. Понимаете? Это даже лучше будет. Так вот, в итоге. Найдут, пробьют. А они подготовили свои войска? У них подготовлены. У них, мопридсурса, сколько? Навала. Обвал. И пробьют. И тактический прорыв превратится в оперативно-тактический, а оперативно-тактический в оперативно-стратегический. И что это будет? Обвал позиционного фронта. Это, говорю, не я. Это, говорит, военная история, военная наука и военное искусство. Это не я, говорю. Просто книжки надо читать. О большом, к сожалению, те, кто вот это выдумывает, то есть вот этот маразм выдумывает, они могут привести к катастрофе. Я еще раз говорю, к катастрофе. Те самые, о чем вы говорили в начале, знания Википедии, да? Так вот, последний тезик. И у нас уже такое было. Было. После 1918 году, да? Когда тут наступали на Киев, и когда круты. Помните, круты? Вот как бы ни... Вот мы сейчас вот это вот своими неумными, слава, может быть, это не будет. Но если дальше так будет продолжаться, это приведет круто. Вчера чего-то вдруг, как это часто бывает, министр иностранных дел нашего государства Кулева комментировал ситуацию на фронте и вдруг почему-то заговорил о, значит, артиллерийских снарядах, о ресурсах Российской Федерации, нашей, не называя конкретных цифр, но он что-то там, да, пытался прийти к каким-то умозаключениям и сказал следующее, что у нас есть все шансы уравнять, да, сбалансировать вот это соотношение. На вопрос, как это сделать, он сказал, нужно прилагать усилия. Ну, то есть вопрос остался без ответа. По соотношениям каким-то арифметическим, что можно сказать и насколько реалистичен план Кулебы в этой там балансировке? Насколько он оптимистичен, скажем так? Он прямо как организатор, как вождь, организатор всех наших побед. Я уже, я же смотрю, что он делает. То лопатами, то снарядами, знаете. Он даже не, он пионер всем ребятам, например, наследник дела Ленина и Коммунистической партии. Вот лозунгами, они все лозунгами рассказывают. Лопата, да, лопату возьмем. А я же вспомнил, лопата это страйкбат, и они были такие страшные, им даже оружие не давали. То есть они все оттуда, из Советского Союза. Кстати, очень интересное наблюдение, мне так подсказали тоже умная одна женщина. Говорит, нынешняя власть, вот нынешняя, они сделали для себя коммунизм. От каждого по способностям, о способностях мы уже говорили, каждому по потребностям, зарплаты, наблюдательные советы, зарплаты министров, а всем остальным, а у нас дикий капитализм. То есть разрыв уже между главным специалистом и директором департамента уже в 10 раз. Уже 5-10 раз. Сейчас вообще уже вырос. То есть они для себя от посол. То есть туда встал, ну, назначили там какого-то этого, олигофрена какого-нибудь, да, вот он что-то там, хороший человек. Хорошо. Назначили хорошего человека. Хорошего человека. Дали ему 500 тысяч, и он сидит хорошо, сидит на хорошем месте. А внизу за него пашет. А там получает 20-15 тысяч. За него пашет, законно пишет. А он только пальцами, знаете, вот такие... А министр 1,2 млн за 22-й год. Резников, например. Да. Так вот я к чему говорю. Вот это, их знаете, как называют сейчас, уже кличку дали, типа айфончик. Вот там, вот к нам назначили замдиректора или директором департамента айфон. Вот айфон, он ходит айфончиком, всем показывает. А я думала, я думала айфончик. Не, айфончик, айфончик. То есть у него не смартфон, а айфон еще. На таких же деньги можно айфон купить. И вот ходят, и никто их не трогает. Только здесь уже коммунизм, уже коммунизм они для тебя построили. Вот молодцы, молодцы, коммунизм. Так вот, возвращаемся к снаряду. Само по себе переход войны, войну дронов, это война оборонительная. Это не наступательная. То есть эта война встал по рисунку и двинуть ее будет невозможно. Мы же уже рассказали, что двинуть ее невозможно. А раз ее двинуть невозможно и набрать личный состав, мы уже с вами говорили, что само по себе зачем столько набирать, тут ведь вопрос такой, есть политическая цель. Еще раз повторяю, военные, они не думают как гражданские. У них есть белые и черные. Но генералов серые. А гражданские, они что-то сказали, ничего не поняли. А ты напиши. А там написал так, взял с Википедии, потому что сам писать не умеет. Еще и с ошибками. А если еще послушать, как они владеют державную мову, так это вообще, это же лучше бы они так, лучше бы этот. И как они, кстати, сдали зачеты. Я не знаю, как они получили по свидетельствам. И что, кремень с ними поработает? Он же сказал, что возьмется за державную мову. Кремень должен идти на фронт вместе с солдатами и обучать их во время, на первой линии обучать их. Я только за. Лично, только личный принятие. Так вот, само по себе, что надо, что-то сделать надо. Раз война оппозиционная, раз война перешла в такой тупик, действительно, снаряды нужны. Но снаряды для наступления. Но, опять же, я много читаю не только нашу и читаю новости нашего моноэфира, но я еще читаю зарубежную прессу и эксперт, особенно экспертные. Как же моноэфир не почитать? Как же не похвалить этих выдающихся деятелей журналистик? Это ж молодцы, да? Экспертные так вот, они сами говорят, эксперты, кстати, американские, они говорят, что само по себе развитие, то есть, количество высокоточного оружия, но современного оружия, оружия пятого поколения, в том количестве, которое сейчас производит Запад, оно не проведет к прорыву позиционного фронта, не проведет. Если, например, провести может что? Провести может применение тактического ядерного удара. Вот это может быть. Так вот, в советском, бывшем Советском Союзе, значит, были на войсках, так называемых, на которые стояли на первой линии, ну это Прикорпатский военный округ, Одесский военный округ, группа советских войск Германии, и тому подобное, там на подразделениях были так называемые батальоны, ну цветочные батальоны, там гиацин, акация, почему их так называли? Потому что они могли стрелять снарядами с ядерным боеголовком. Ну полтора, двое. Так вот, само по себе по стратегии, для того, чтобы пробить у дивизии, у полка, да, у полка, у полка, или у дивизии, я уже точно не помню, да, но было на ненесение, чтобы пробить четыре удара, полторы, две килотонны, вот после этого, когда пробивается все укрепрайоны, тогда идут танки, Т-64, Харьковский дюжмаш, дюжмаш, завод Малышного, ну и и тому подобное, как раз он специально был построен для танк-прорыва против радиационной территории, а все, больше никак, только применение тактической, а другого не пробивать, можно, конечно, наносить удары по окопам, этими, там, агавками, першингами, которых еще нет, там, еще там, ракетами, но кто будет наносить, то они, кто по первой линии, это ничего, Хаймерс, Хаймерс, видите, уже про Хаймерс молчат, да, почему, потому что само по себе систему управления нашли способ с помощью РЭП уводить их в сторону, так же самое Атакамс и тому подобное, так вот и делают, и сначала очень много операций, там, для того, чтобы что-то поразить, 8-10 ракет запускают, чтобы можно было, один корабль, вот который этот, как он, на РЭДе, Черном море российский потопили, то 9 посылали вот этих морских дронов, только один, да, один, потому что все остальные надбил, от 9, то есть Марс, это называется рой дронов, а я так думаю, следующий, сейчас следующий этап будет, найдет способности, чтобы от этих рой дронов, так же самое предоставить, так вот, без ядерного оружия пробить невозможно, а гро, бить по баллистикой, по укрепрайону, тоже делать никто не будет, ни калибры российские, ни эскандеры, сколько они по нам пуляют, толку-то никакого, они бьют только по, по линии фронта они-то не бьют, потому что они понимают, что никакого толку в этом не будет, по снарядами, да, так называемые, создания артиллерийских, там, загрязки, само подобное, но это надо большое количество, мы уже научились строить укрепрайон, кстати, они укрепрайон, линии Суровикина, только оружие, которое было, пробить нам, получилось только в одном месте, в районе, там, вербового, в районе, вербового, больше не получилось, нигде, поэтому, само по себе, в современном вооружении, значит, пробивать такие линии оборонительных укреплений пока нету, а если есть, их приходится сконцентрировать такое множество, что, в принципе, ни одна экономика мира это не потянет, даже та экономика, которую мы называем в США, в Америке, с их триллионами долларов, которые не тратят, триллион, ну, 800, 900 миллиардов тратят на ВПК, и то у них денег, это не хватает, поэтому, вот действительно, тупик, и теперь появилось, начинается, как с этого выйти, вот выйти, вот теперь вопрос, это пусть политологи рассказывают. Хотела у вас еще спросить, коротко в конце, вот эта история с возможной ставкой за Лужное, судя по тому, что сейчас опять появляется в прессе, в том числе украинская правда, вчера, ссылаясь на свои источники, написала о встрече Зеленского за Лужного очередной на прошлой неделе, якобы решение уже окончательно принято, вот со дня на день некоторые говорят сегодня-завтра, четверг-пятница, решение об отставке будет обнародовано, я вас хочу спросить, как у человека, да, вот с профессиональной схваткой, как эта история должна зафиналиться, в конце концов, чтобы, да, вот эта замена, непонятно еще на кого, настроение на фронте, чтобы как раз вот эта связка, она была, ну, наименее болезненной, да, с наименьшими потерями, пострадавшими, я в кавычках, и так далее, и опять-таки, про, значит, настроение военных, ситуацию на поле боя, да, и вот это смешавшееся к большому сожалению, наверное, да, можем уже констатировать, наша вот это военная, военная и политическая составляющая, вот такая некая каша. Как эта история должна закончиться? Если предположим, решение по заложенному вот уже точно принято, на что похоже? Мы прекрасно понимаем, что политическое решение уже принято. Решение это ошибочное, это больше, чем ошибка. Но решение принято, раз приняли, политики приняли, они политики имеют, управляют, они управляют военными, Потому что за военными необходим контроль Это необходимо Висковую юстицию, демократичный цивильный контроль Потому что если распустить Колени по коленям Стрелять Помните на той неделе Для этого должно быть соответствующая контроль Чтобы больше у них Даже в голову не заходило Только тому подобное К чему это может привести В армии есть такое понятие Командир, есть замы То есть командир если погиб Сразу на место становится То есть который в курсе Значит если будет назначение Генерал Залужина У него есть первый зам Вот первый зам он назначает на главкома Это нормально, согласен Или например начальник генштаба Становится главкомом Еще раз говорю, есть штабная культура Есть командир Это разное мировоззрение Я в аттестациях пишу Прошел командные и штабные должности Это по стандартам НАТО У нас кто-то двигается по командной линии Кто-то по штабной Ну это штабная Это надо сидеть Писать Это надо усить Шопа должна быть такая крепкая А командир это раз Хочел и побежал Шашкой Видом войск Видом войск Это еще Ну видом войск имеется ввиду Сухопутные Потому что сухопутные войска Ни морские, ни ПВО Это совершенно У них мировоззрение другое Они даже Они вообще по другому думают Только сухопутчики Ну и говорю Командующий сухопутных войск Хорошо Есть еще командующий Северным направлением Генерал Тоже он что-то там Сделать Ну наев Да Это Сырский наев Это более-менее Те кандидатуры Которые приемлемые Именно они в теме Они войти в должность Они войдут быстро в должность Ну недели Полторы Ну две А как командир Почему? Потому что командир Принимает решение Ему докладывают Начальник штаба Вот когда например Сидят принимают решение Сначала Виды войск То есть докладывают Рода войск Виды Боевое обеспечение То есть начальник штаба Там разведка Потом начальник штаба Потом командир Принимает решение Ну в американской армии Там еще когда Это все военные сказали Командующий Который принимает решение Поворачивается к Ночфину Ночфин сидит рядом И спрашивает Ну что? Говорит Бюджета нам для этого Не хватает А что мне делать? Звоните в Пентагон Секундочку Пошел звонить в Пентагон Приходит и говорит Деньги дали Деньги дали Планируем Или денег не дали Уменьшаем Вот это вот так Оно происходит Но у нас видите У нас все еще Это А вы говорите Полторы-две недели Но даже полторы-две недели Это я про командира говорю Еще раз Про командование А теперь вот Теперь самое опасное Что же застой? Еще раз говорю И штатер Самое опасное Начальник генерального штаба Вот это Если Если За должность Начальника генерального штаба Я так понимаю Генерал Шаптала Тоже Уйдет Корее всего Следом Если на его должность Будет назначен Первый Его зам Первый зам Начальника генерального штаба Нормально Нормально Без проблем Если кто-то Со стороны Со стороны командования Вот тут Вот тут уже Для того Чтобы войти в курс дела Это как минимум Месяц Если ты толковый С медалями золотыми Закончил Академию Училище То есть Ты Ну академию Я по-старому Я говорю Сейчас академия Это училище Университет То есть Это ты месяца Три будешь Ты только поймешь Да А в три месяца Противник Он ведь не будет Сидеть Курить И ждать Курить бамбук И ждать Когда Когда он Начальник генерального штаба Войдет Но это же Катастрофическая ситуация Я уж про это и говорю Это катастрофа Я же про это говорю Почему катастрофа Потому что Противник Вот у них Они объявили Они сейчас объявили Что у них Сейчас проходит Заключительный этап Специально Военной операции Это их Заключительный этап Это что означает Они сейчас накапливают Силы и средства Сейчас проводят Классическую Воздушную операцию Я уже рассказал Да Вот операцию Была вчера Да Очередная Да Обстрел Потом еще будет Еще несколько этапов Будет Я же говорил Январь-февраль Вот февраль Уже перешло Может февраль Потом в середине марта Может быть до конца марта Может быть Они накапливают силы Так они накапливают Так они накапливают Они обучают Вот эти удары Я говорю Целых передач Я могу сейчас Минут сорок Рассказывать Что они там делают То есть они реально готовятся Для того Чтобы начать Широкомасштабные Наступательные действия На том участке Где они найдут дырку Слабое место Я уже говорил Минут пятнадцать назад Я об этом рассказывал Где эта дырка Может образоваться Рукотворная дырка Рукотворная Нашими депутатами И неумными Теми кто это делал Так вот Дырка В итоге Все подготовлены Они Проворачивают То есть они Прогоняют Все кого-то Они там Набрали Они проворачивают Через фронт Они прокручивают У нас кричат Вот мы этих всех Разбили Ну да А их все больше и больше Мы их бьем А их все больше и больше И уже эти сказки Я слушать не могу Понимаете Это для людей Которые сидят на диване И думают А потом окажутся крутой Крутой Не дай бог Так окажутся Так вот Уважение к противнику Является Краеугольным камнем Нашей Вообще Всей победы Это не мои слова Это слова Записаны В военной Истории Военной Военной науки Уважать противника А если считать Что он Вот такой-то А потом они окажутся Где-то там Не такие уж А как оказались Ой, что ж такое А что ж произошло Как оказались И особенно вот эти Которые мне нравятся Рассказывают Лица у них такие Красные Они форма новая Они рассказывают Как они Русню Шашками Рубают Ну тут-то С Киева Колени Простреливают Такие все И не там А вот тут А там Вы же видели Там какие-то Кто воюет Я же говорю Они об этом Не разговаривают Они об этом Не думают Даже Какие лица То есть лица Кто На первой На нуле Какие у них Совершенно другие лица Пусть даже Вот эти Диваны Попробуют В пакетик Целлофановый Покакать Или пописать И неделю Не помыться Сколько раз Говорю И ногти Не стричь И не кушать Это так Это так История А тем более Зимой А зимой Еще Холодинем Накапливают Вот они ждут После того Как сейчас Вот эти удары И сейчас По всей видимости Путин Он дает сигнал Вот он Сигналы посылает Переговоры Дипломатические Идут сигналы Определенные После того Как Вот эти В дипломатии Именно Не будет ничего Не решено Будет дана команда На широкомасштабное Наступление Это может быть И после первого квартала Может быть После второго квартала Но в этом году Их не широкомасштабное Наступление Будет 100% Если не будет Какой-то Дипломатического Я же говорю Дипломатического Каких-то разговоров Не зря шить Этот Который Шольц Ливерным колбасой Назвал Начал говорить Что пора доставать Уже большую Дипломатическую Дубину Шольц Разговаривать С Путиным Меньше Это же О чем говорит Это один Из Откуда он эти Слова взял Это он Слова взял Из Статьи Я эту статью Тоже читал Я читал Статью Как Как Сделать Где враг Будет понимать Наиболее Наиболее Слабые Они Они не считают Свои территории Но они Об этом Еще не Заявляли Как только Они Расскажут Что Путин Скажет Лавров Скажет Шойгу Скажет И все Остальные Слушать не надо Скажут Что Например Харьков Это Российский Город Туда Тогда Они будут На него Наступать А если Они говорят Харьков Русский Город Одесса Русский Город Это Совершенно Другое Это Не связано С наступлением И его Окупацией Это не связано Это совершенно Подробно Поэтому Само по себе Что они делают Ихняя Стратегия Они будут Делать Чтобы Сумская Область Харьковская Область Черниговская Область А там Проживало Как можно Меньше Людей И это Была Буферная Зона Чтобы Ее не Разрушать Вот Они Рушат Все Идет Катком Чтобы Ее не Разрушать Чтобы Люди Уезжали Люди Потихонечку Начали Оттуда Уезжать Уезжает Уезжает Центральная Украина Уезжает Кто не хочет Западную Уезжает Центральную Уже Дома Покупает Поток Пошел Действительно Такое Без Конца И края Благодарю Вас Олег За то Что Помогаете Расставлять И думать Делать Выводы Ждем Значит Информации С банковой В том числе По поводу Будет Или не Будет Доставка Завершают До конца Недели Решение Будет Принято А многие Говорят О том Что Решение Принято Давно Озвучено Будет Как раз Ближайший Зачем Снимать Зачем Было Назначать Если Снимать Это Первое И второе Надо Было Принять Стандарт НАТО Или Закон Что Командующий Такого Рода Уровень Главкома Начальника Генштаба И Начальники Видово Родов войск Назначается На 48 Месяцев Как в армии Соединенных Штатов Америки И все И все И назначается Не президентом А высшее Назначается Верховной Радой Верховной Радой Кстати Многие Сейчас Об этом Заговорили Да Вот эти Приверженцы Значит НАТО Ну Как бы Поздно Пить боржоми Ну В заднем числе Вопрос Делаем все Что не в НАТО А теперь Кто у нас возьмет В НАТО Тем не выполняем Все директивы Из процедуры Которые у них есть То есть Они говорят одно Делай другое А те что не видят Они прекрасно Все это видят Спасибо Олег Стариков До новых встреч По трансляции Ссылка на Ютуб канал Олега Зайдите Подпишитесь Задача номер один Благодарю Подписка И на нас Приветствуется Спасибо за внимание Всего Доброго До свидания